Наталья Комарова сегодня работает в восточной части Югры. Губернатор планирует посетить несколько объектов в столице Самотлора, а также в Нижневартовском районе. На прямую связь со студией выходит наш специальный корреспондент Наталья Дубакова. Наташа, здравствуйте. Ждем от вас подробностей визита главы региона. Да, добрый день, Илья. Сегодня у Натальи Комарова действительно очень насыщенная программа. Свой рабочий день она начала на Самотлорском месторождении. Там нефтяники запустили в работу новую технологию по утилизации отходов бурения. Она позволяет сократить количество выбросов вредных веществ в атмосферу и также сокращает техногенную нагрузку на окружающую среду. Уважаемый Валентин Геннадьевич, в комплексе, вы закачали отходы бурения классов в густах годов. Наступает значимый торжественный момент. Уважаемый Валентин Геннадьевич, уважаемая Наталья Владимировна, просим дать старт работе нового комплекса и нажать на символическую кнопку. Сейчас в администрации Нижневартовска проходит заседание правительства округа, после которого Наталья Комарова посетит праздник на новой пешеходной улице Нижневартовска-Рябиновом бульваре. Его длина 400 метров. Все работы по обустройству уже закончены. Здесь предусмотрена площадка для строительства ЗАГСа и школы. Уже проведено освещение и сегодня планируют высадить рябины. Затем глава региона посетит Центр детского творчества, где обучаются юные вартовчане по пяти направлениям. А после встретится на форуме с предпринимателями восточной части округа. Форум называется Нижневартовск. Время новых возможностей. Илья? Итак, это была Наталья Дубакова. От нее мы ждем новых подробностей и визита главы региона в столицу Самотлора.